Ну-то дураку понятно, что произошло. Я думаю, что каждый догадался. Мы отмечали произдельности. Потом он вечером, после того, как мы уже отметили, он попросил забрать Роберта, потому что он уезжает в другой город. Я сказала, да, конечно, хорошо. Перед приездом он позвонил, сказал, что он хочет зайти с тортом, поздравить родных и детей. Несмотря на то, что мои родные были в обиде, они сказали, хорошо, это праздник ребёнка, пусть он заходит, это отец твоего ребёнка. Он зашёл, поздравил и, в общем, вёл себя, как ни о чём не бывало. Я его спросила, Саша, я говорю, ты больше ничего не хочешь сказать? Он начал боковать, что а чё? А чё я должен говорить? Я пришёл тут вообще-то к ребёнку, я никому ничего не обязан, у кого ко мне претензии, пусть они со мной разговаривают. Начал кричать, это начали слышать соседи. Я ему объяснила, Саша, цивилизованные люди, когда у них есть вопросы, они их просто адекватно решают, спокойно, без криков. Он начал кричать, если я хочу, я буду кричать. Я понимаю, что он пришёл пьяный на день рождения ребёнка и быковал, и вёл себя так, как будто ни в чём не бывало. Я ему сказала, что ты не возьмёшь ребёнка, потому что ты пьяный. Я не знала, что ты будешь выпивший. Я просто не люблю лицемерие. И если ты говоришь гадости, и потом хочешь приехать и поздравить родных и детей, то имей тогда смелость хотя бы что-то сказать, не знаю, извиниться. Они разговаривали с папой. Папа спокойно говорил то, что ему не понравилось, потому что папа и моя семья — это единственные, кто ему помогал, когда ему было плохо, когда ему негде было жить. И когда другие, я не знаю, ходили по шоу, обсуждали это всё на показ, и поступать так с единственными людьми, которые тебе помогали, — это ниже плинтуса. Потом, когда он понял, что он не прав, он начал оскорблять папу самыми последними словами, матом, там, не знаю, чёрт, не чёрт и так далее. Любой уважающий себя мужчина, тем более в чём доме ты находишься, конечно, будет стоять за себя, за честь и достоинство своей семьи. Дальше вы всё видели, вот эта вот показуха совсем в интернете. Он начал звонить в полицию, в скорую, помогите, меня избивают на дне рождения моего ребёнка. Не знаю, я не хочу больше об этом говорить. Я хотела вообще молчать и ни о чём не говорить, но когда дело касается уже и моих родных, то я скажу своё слово, и на этом всё, на этом я больше обсуждать не буду. Есть моя семья, есть мои родные, а есть просто неблагодарные люди, страшные.